Помните ролик, где Сталлоне сыграл Терминатора вместо Шварценеггера? Точнее, не совсем сыграл, там больше нейросети постарались, и если кто не смотрел, гляньте, получилось неплохо. И знаете, когда смотришь фильм, то, по сути, уже лишён выбора, ведь есть лишь один вариант актёрского состава, и изменить его невозможно. А говоря про экранизации, мы и вовсе видим, так сказать, неоригинальных персонажей истории. Хотя, согласитесь, было бы круто заменить Пачина в Крёстномоцена Безрукова или Эдварда Нортона из Бойцовского клуба, скажем, на Андрея Смольянинова. Ведь среди нашей школы актёров, особенно советской, есть столько талантов, что хватило бы засыпать весь Голливуд с головой. Но, увы, забугорные киностудии едва ли когда-нибудь дойдут с кастингом до наших звёзд кино, а вся мощь нейросетей рядовому пользователю пока недоступна. Поэтому я предлагаю вам компенсировать эти недостатки с помощью его величества воображения и представить в этом ролике отечественных актёров в роли Джокера. А дабы не ограничиться кастингом, в этом видео вы также узнаете про Роковую ошибку Джокера из Тёмного Рыцаря. А может быть вовсе не ошибку, а хитрый план. Ведь, как мы знаем, Кристофер Нолан, режиссёр трилогии о летучей мыши и автор таких фильмов, как Престиж или Начало, тот ещё хитрец и может, а главное любит закрутить сюжет по полной. Также упомянем о том, почему Джокер не желает смерти Бэтмену, а хочет лишь, так скажем, поиграть с ним, и почему это вовсе не связано с изначальной задумкой авторов комиксов. Далее пройдёмся по некоторым выдержкам из биографии Джокера, и вы поймёте, почему он считается одним из самых жестоких злодеев вселенной, а подражание ему людей в реальной жизни, да, если кто не знал, бывало и такое, об этом я тоже упомяну, было далеко не таким весёлым, как в кино. Ну и, конечно, крайне, крайне субъективно о возможных претендентах русско-советской школы актёрского мастерства, понесколько на каждого из четырёх версий Джокера. А чтобы хоть как-то сравнить, насколько хорошо мы справились с кастингом, глянем, кого из актёров рассматривали киностудии на оригинальные роли. И хотя я не сторонник всякого рода психопатов и популяризации их в кино, но, честно признаюсь, игра Хита Леджера как актёра меня просто покорила. Именно его роль Джокера и натолкнула меня на мысль о том, кто бы смог сыграть её так же уникально, со своей изюминкой и стилем. И думаю, я нашёл такого актёра среди наших мастеров, о котором вы скоро узнаете. А я, в свою очередь, надеюсь, узнаю, насколько вы согласны с моим выбором и с удовольствием ознакомлюсь с вашими вариантами претендентов в комментариях. А на этом вступление наконец-то закончено и давайте уже поехали. В фильме «Бэтмен» 1989 года трудно себе представить кого-то иного в образе Джокера помимо Джека Николсона. Но вот вам претенденты, которые также рассматривались на эту роль. Тимоти Карри, Уильям Дефо, Дэвид Боуи и Джеймс Вудс. Честно говоря, из этой четвёрки я, пожалуй, могу согласиться лишь с Уильямом Дефо. А вот список актёров отечественного производства, которых бы я посмотрел в этой роли. И первый претендент Олег Янковский. Крайне харизматичный и разноплановый актёр, сыгравший в своё время персонажа покруче Джокера в фильме «Убить дракона», где он играл, собственно, дракона. Кстати, кто не смотрел, очень рекомендую. Также помимо этого сурового и жестокого персонажа, который, несмотря на это, не лишён юмора, он сыграл известного шутника и выдумщика Барона Мюнхгаузена в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». И я более чем уверен, что Янковский в роли Джокера сумел бы задать жару в этом сети и очаровать зрителей своей харизмой. Ну а мы едем дальше. Хотите подарить им свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им? Следующим на кастинг вызывается, кто бы вы думали, Никита Сергеевич Михалков. И можно по-разному относиться к его режиссёрской деятельности, публичному образу и прочему, но как актёр я считаю его талантливым человеком. И приводя какую-то аналогию с Джокером, вспомните хотя бы его вамплуа криминального авторитета в жмурках или весёлого и слегка рассеянного наследника поместья Баскервиль в фильме «Шерлок Холмс». И уж кто-кто, а именно Михалков, смог бы привнести неповторимую эпатажность для этой роли. Последним на эту роль я выделю актёра, который уже играл самого настоящего психа в фильме «Антикиллер». По сути, это и был такой, знаете, Джокер, только немного совсем более поехавший, и осталось, пожалуй, что разрисовать его лицо. Виктор Сухоруков. Этот человек смог бы сыграть того самого фанатичного, но не глупого гангстера, наделённым чёрным юмором и фирменной улыбкой, который бы не гнушаясь спустил бывшего босса на корм рыбам и от души посмеялся, доставая из своих широких штанин пистолет размером с базуку. Вот такие получились первые претенденты на роль Джокера, а перед тем, как двигаться дальше, пару слов о том, почему же клоун не желает смерти Бэтмену. И, возможно, тут вы могли подумать о каких-нибудь заумных хитросплетениях сюжетов или чего-то подобного, так популярного нынче в современном кино. Но в действительности всё куда проще. Так называемый серебряный век комиксов, который длился примерно с 1956 по 1970 год, был документ под названием «Кодекс комиксов», подписанный под давлением большинства правительством американских издателей в 1950-е годы, содержащий описание того, что и как можно и нельзя описывать в комиксах. Вот, кстати, представленная обвинителями в суде как непотребная обложка одного из комикс-хоррора тех лет и выдержка из стенографии заседания до принятия данного документа. В общем, перечень запретов коснулась в том числе и насилия в комиксах, поэтому множество персонажей претерпели серьёзные изменения, в том числе и Джокер. Он перестал преследовать цель убить тёмного рыцаря и теперь просто хочет как бы поиграть с ним. Вот, собственно, и вся история. Что ж, закончим с запретами и дальше в анихронологическом порядке мы переходим к Джокеру в исполнении Джерада Летта. Кстати, главным претендентом на эту роль был Райан Гослинг, известный многим по фильму «Бегущий по лезвию», но он от неё отказался и, видимо, не зря. Провальная, как по мне, роль, максимально, наверное, худшая из всех, впрочем, фильм в целом тоже, как по мне, полный шлаг. Но дабы картина была полной, давайте пробежимся и по нему. И первый в списке Антон Шагин. Талантливый актёр, и если вы не смотрели экранизацию на роман Фёдора Достоевского «Беса» с его участием, я вам рекомендую глянуть этот сериал. Пожалуй, на данный момент это одна из лучших экранизаций русской классики в современном кино. Шагин сыграл в этом сериале фанатичного Верховенского, и, скажу я вам, получилось отлично. Если кто не знаком с этой ролью, считайте, что это и есть Джокер, просто в более классическом и, так сказать, реалистичном исполнении. Следующий и последний в данной номинации Юрий Чурсин. Достаточно известный и вполне талантливый актёр, подходящий как по внешним, так и по внутренним параметрам на данную роль. В списке его работ есть хироманты, психбольные, побеги из тюрьмы, так что, думаю, вживаться в роль психопата с безумными глазами ему бы долго не пришлось. А перед тем, как мы перейдём к следующим претендентам, давайте вкратце о том, почему персонаж Джокера это на самом деле далеко не так смешно, как нам пытаются показать. В 1988 году Джокер забил до смерти монтировкой Робина. За смерть или, правильнее сказать, вывод Робина из серии про Бэтмена проголосовали сами зрители. Но вот то, как он должен был выйти, решали уже создатели комикса. Согласитесь, если перекинуть это на реальную жизнь, зрелище далеко не весёлое. В комиксе No Man's Land Джокер похищает несколько дюжин детей и убивает выстрелом из пистолета жену комиссара Гордона Сару, после чего маленькие дети начинают ползать вокруг её безжизненного тела. Далее Джокер убил несколько сотен тысяч человек ливнем из стекла, покрытого ядом. При попадании на тело оно не только умершляло, но и превращало лицо в жуткую гримасу. В комиксе Dead of the Family Джокер сбегает из психбольницы, оставляя на память ни много ни мало кожу со своего лица, а год спустя возвращается за ним, попутно убивая 19 полицейских. Кстати, у Джокера, видимо, присутствует особый фетиш по поводу кожи, и сейчас вы поймёте почему. Джокер похитил всю семью Бэтмена, и когда тот пришёл их спасать, то нашёл их сидящими за столами с замотанными в бинты лицами, после чего загипнотизированный Альфред приносит ему суп, в котором плавает человеческая кожа. Однако после того, как Бэтмен вырвался, он увидел, что это была кожа не с лиц его семьи. Джокер просто так пошутил. Не знаю кому как, но чтивом для подростков и детей это назвать как-то язык не поворачивается. А вот одному парню после встречи с ним повезло куда меньше, он освежевал живого человека и вытолкнул его на сцену стрип-клуба. Дочь комиссара Гордона он сделал инвалидом и, возможно, изнасиловал её, заставив отца смотреть на её обнажённое фото. В мультфильме Dark Knight Returns во время погони по парку аттракционов Джокер за 30 секунд убивает 13 человек, а в комиксе Injustice убивает всех, кого любил Супермен, тем самым сломив его дух. Про родителей Брюса Уэйна и подружку Харви, думаю, вы и сами прекрасно помните. Короче говоря, с кодексом для комиксов в какой-то момент явно что-то пошло не так. Что ж, давайте двинемся далее по списку и продолжим актёрами, которые смогли бы сыграть в фильме 19-го года с Фениксом в главной роли. Кстати, изначально студия Warner Brothers хотела, чтобы Джокер стал лентой Мартина Скорсезе, а главную роль должен был исполнить Леонардо Ди Каприо. Честно говоря, не особо себе представляю Лео в данной роли, но беря во внимание его талант, с удовольствием бы глянул. А в нашем кастинге первый на очереди Валентин Гафт. Подходящие внешние данные и харизма лица, отличная профессиональная подготовка и полагаю достаточно высокий интеллект для того, чтобы подобно Фениксу суметь пропитаться чувством персонажа и выдать игру не менее мастерскую, чем оригинал. Далее в списке Игорь Савочкин. Все те же крайне подходящие внешние данные, подходящие и, если можно так сказать, глубокий и пронизывающий взгляд. В актерском мастерстве сомневаться не приходится. Правда, особо смеющимся и улыбающимся во весь рот я его не видел, но думаю, этот вопрос он вполне бы смог решить. И замыкает данную троицу Георгий Бурков. Очень колоритный актер с крайне интересным и запоминающимся лицом и харизмой. Все тот же высший класс актерского мастерства, а его роль в фильме «Калина красная» показывает его как человека, который может прекрасно сыграть отрицательного, хладнокровного и расчетливого персонажа. Ну уж кто, как не он, смог бы поразить зрителя своей широкой улыбкой, а изобразить нервного интроверта, как выражался об Артуре исполнитель его роли, думаю, оказалось бы для Буркова задачей вполне по силам. Ну а прежде чем мы коснемся роли клоуна в исполнении Леджера, буквально в двух словах про ошибку Джокера из «Темного рыцаря», но возможно ошибку лишь на первый взгляд. Зачем он сказал Бэтмену про то, что сделал с личностью Харви Дента? Ведь не скажи он этого, Бэтмен вряд ли догадался о текущем состоянии главного прокурора. А его изначальная задумка с похищением его и подружки, очевидно, должна была привести именно к этим последствиям. Вполне возможно, сюжет должен был пойти по совсем иному пути развития, но с другой стороны, зная о любви Нолана закрутить сценарий, как например в фильме «Начало», можно предположить множество других вариантов. И будем откровенны, третий фильм режиссера получился откровенно слабым. Хит Леджер умер за полгода до премьеры, и кто знает. Возможно, сценарий третьего фильма был несколько иным. Однако это просто мои субъективные размышления, если кто-то знает или понимает в этом чуть больше, пишите в чем же там суть на самом деле. Ну а теперь давайте уже перейдем к последней номинации на кастинг, и должен вам сказать, здесь у меня нашелся только один претендент, который и навел меня на идею данного видео. А чуть позже выяснилось, что единственный претендент был не только у меня. Как оказалось, Нолан также рассматривал только Леджера на исполнение данной роли. А когда фанбаза узнала, кто будет исполнять Джокера в Тёмном Рыцаре, то назвала это худшим кастингом всех времен и народов. Но как видите, она ошибалась. Признаюсь честно, претендент это, пожалуй, мой любимый русский актер театра и кино из современных дарований, который, я уверен, сыграл бы Джокера на высшем уровне. И зовут его Андрей Панин. Просто убийственная харизма. Человек больше одного типажа, чем разноплановый, и этим он был бы крайне хорош для этой роли. Актер, который может сыграть действительно интеллектуального и поехавшего персонажа с прекрасной широкой улыбкой и именно своей уникальной изюминкой и харизмой, приправленным фирменным низким голосом и хитрым прищуром глаз. И лично я уверен, что Андрей сыграл бы такого Джокера, который бы запомнился нам на долгое время. Кстати, интересный факт. И Андрей Панин, и Хит Леджер ушли из этой жизни при достаточно странных обстоятельствах. А в качестве эпилога давайте вспомним факты подражания Джокера реальными людьми. Возможно, многие из вас это знали, но считаю, что напомнить о ниже перечисленных эпизодах будет не лишним. Так что вот вам список того, что бывает, когда кино переступает рамки кинотеатра. Джеймс Холмс. Хотел быть Джокером в реальной жизни и устроил перестрелку на показе Тёмного рыцаря Возрождения легенды. В результате его действий 12 человек погибло и более 70 получили ранения. Джеред Миллер был одержим Джокером и сострелил двух полицейских. В 2016 году 15-летняя жительница Англии разрезала себе рот, чтобы её улыбка была похожа на Джокера, и заманив подругу в уединённую часть школы в Хемшире, нанесла ей удар ножом в грудь. В ноябре 2015 года канадская полиция арестовала неназванного 24-летнего жителя Квебека за то, что тот выложил видео, на котором он в маске Джокера в исполнении хита Леджера угрожал, что будет убивать по одному мусульманину в неделю. В 2009 году Бель Гейтс Ким де Гельдер с окрашенными в рыжий цвет волосами и одетый как Джокер в исполнении Леджера был арестован после того, как он приехал в ясли города Дендермонда и убил двоих младенцев и их 54-летнюю сиделку. В том же 2009 году Кристофер Кленс решил нарядиться Джокером и поджечь свою старую школу в ирландском городе Клондалкин. Он наполнил бензином шесть канистр, ворвался на территорию школы и разлил легко воспламеняющуюся жидкость по коридорам. И знаете, что-то мне подсказывает, что этот список далеко не полный. Вот вам веселый персонаж. Наверное, самое то, чтобы сделать по нему отдельный фильм, где он откровенно смотрится прям как какой-то герой. Если ролик понравился, жду от вас ваши варианты актеров и комментарии, какому персонажу вы бы хотели провести подобный кастинг. Ну а я прощаюсь с вами, и давайте брать пример с тех, кто действительно этого достоин, а не тех, кто скрывает безумие и жестокость под маской эпатажа и широкой улыбки. Подписывайтесь на канал WatchGods и надеюсь, до новых встреч. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok